Здравствуйте, с вами Миша Ремах и Wall Street Online. Начнем по традиции с экономического календаря. Сегодня будет компактный выпуск без лишней информации, без рассуждений конкретно по уровням, по сетке. На следующей неделе будет очень много важных событий, а именно будет несколько центробанков объявлять о процентной ставке, и, соответственно, это даст хороший катализатор для возможного формирования тенденции для сентябрьского контракта. Напомню, что заканчиваются квартальные контракты в июне, а сейчас июнь, соответственно, буквально одна неделя, и она как раз не самая благоприятная для системной торговли. Поэтому сейчас лучше подвести итоги, подбить бухгалтерию, расставить цели, поработать над ошибками. Да, кстати, вот на слайде. Пятницу в 13.30 решение про процентную ставку Центробанка РФ. Лайк, если понизит процентную ставку, дизлайк, если повысит. Будем смотреть по этому вопросу ваши ожидания. К концу недели, я думаю, мы будем видеть полную картину. Так что заходите на видео, смотрите, сколько лайков, сколько дизлайков. Это анонс предстоящего курса о том, как сформировать работу в команде, и как это выгоднее, и насколько это безопаснее, стабильнее. Я про прибыль. Когда вы работаете командой. То есть каждый из вас поодиночку может допускать какие-то ошибки, и, соответственно, где-то запутаться, что-то не увидеть, и меньше информации. И в единичный трейдер, ну, то есть один в поле него, не есть такая фраза. Соответственно, когда вы объединяетесь в команды, в коллективы, соответственно, это всю историю человечества сопровождается. Кто поодиночку тяжело было выжить, да и, в принципе, сейчас, и все, кто объединялись в племена, в народы, в целые армии, соответственно, более стабильнее себя чувствовали, увереннее и безопаснее, точно так же и на рынке. Рынок это та же самая, вот, те же самые боевые действия, можно сказать. Ваш соперник не глупый, и, соответственно, чем команда покрывает больше, ну, в общем, узнаете все на открытом мастер-классе. Подписывайтесь на телеграм-канал и, соответственно, на YouTube World. И, соответственно, не пропустите приглашение. На почту будет рассылка. Дальше двигаемся. Значит, во вторник отчитается Япония по первому кварталу ВВП. Планируется, что понизится на одну десятую. Также будет индекс экономических настроений из ZDW в Германии. Планируется, что индекс будет чуть выше, буквально на маленькую-маленькую единичку, соответственно. И вот со среды начинается плотненько важное событие. Значит, в среду Канада решение образцательной ставки. Это 17.00, поставьте напоминание. Сейчас 0.25, планирую, что ставят на том же уровне. Запас сырой нефти тоже в среду. И в четверг, 10 июня, Евросоюз, решение образцательной ставки. 14.45. В смартфоне напоминание поставьте, не пропустите. Это нужно для того, чтобы вы в этот момент случайно не зашли в рынок и не попали на сильную волатильность. Там можно потерять все, что вы за контракт заработали. И буквально одной сделкой можно все испортить. 15.30 будет в четверг перес-конференция Евро-Центробанка. И 15.30 будет число первичных заявок на получение поступок по Бидербольс. Сейчас вы видите список компаний, с которыми Роснефть заключила на 616 миллиардов рублей контракты на взаимодействие, реализацию проекта Востокойл. Я думаю, что вот этот список, все, что можно купить на московской бирже акции, я думаю, минимум на годик, как инвестиции в этот список, они получили хороший, грубо говоря, тендер. Ну, в общем, заказы у них есть. Пока будет проект выполняться, строится, соответственно, у них будут заказы, прибыли и так далее. Вот этот список, который был на слайде на видео, поставьте на паузу и посмотрите, что можно, что вы хотите добавить в свой портфель. Я думаю, что это такой достаточно надежный портфельчик будет. И годик подержать, я думаю, можно. За год, за два они не управятся, такой большой проект, но может даже до 5 лет можно будет держать на следующий год. Вообще, в принципе, по Роснефти на следующем году стритунайне я планирую такой небольшой превью исследования, то есть изучение, что сейчас произошло, там сменился состав управляющих. И также будет информация о том, куда, какие проекты сейчас Роснефть двигается и какие, в принципе, уровни стоит удерживать в качестве поддержки. Ну, просто Роснефть рассмотрим более детально, как акцию для инвестирования среднесрочного и долгосрочного. Итак, это был четверг и в пятницу объем производства в обрабатывающей промышленности Британии и 13.30 решение по проценту ставки Центробанка Российской Федерации. До этого было повышение. Самое интересное, что на сайте инвестинг прогноз аналитиков на повышение на 0,25. Но если открыть эту новость и детально изучить, то в уже открытом формате на странице полного описания о решении Центробанка РФ о процентной ставке, там идет показатель предыдущий 5%, а прогноз планируется 4,75. Вот, то есть, возможно, что-то не изменили, то есть, не обновили по прогнозу. Ну, в общем, немножко не совпадает то, что на календаре и то, что на полном описании. Ну, в общем, это мелочи. Соответственно, для индекса РТС до пятницы РТС рубль будет ориентироваться на вот это событие. И после него уже через неделю будет, в принципе, уже формироваться новый контракт. Это был экономический календарь. Буквально 30 секунд о данных за квартал 3 месяца по S&P 500. Прошу заметить состояние фондового рынка, компаний, которые входят в индекс стандарт N-PURS 500. Наверное, нет ни одного сектора, который сильно просел. Ни одного вообще. Все в зеленой абсолютно зоне. По всей планете пандемия, флокдауны, коронавирус, бог знает что происходит. А у этих ребят все стабильно. Ну, естественно, и Байден постарались, и Трамп. Там амортизация очень хорошая. Так, некоторые компании уже немножко корректятся. Из-за того, что у них прям сильно перегрета цена. Такие, как Тесла, например. Да и, в принципе, маска просто уже слишком много, как по мне. Вот новость за новостью. Это явная манипуляция жесткая. Растягивают переизбыток. И в отвлекающий маневр, я так подозреваю, происходит. Очень большое внимание этой компании. Хотя там, по сути, ничего революционного пока еще не произошло. Итак, начнем с CL. Сейчас перед вами август. Контракт августский. У него сейчас лептинности меньше, чем у июньского. Даже у июльского. Посмотрим. Открыт интерес. Тут потихонечку пошел на убыль. По неделям, получается, у нас уже закончилась третья неделя. Четвертая будет, в принципе, уже на выход. То есть, фиксация. Тенденция более-менее две с половиной недели удерживалась, скрипя зубами. И здесь стоит выделить, что плотность по покупателям все-таки 3 шестерки имеется. У нас тут все-таки прогноз отлично сработан. 6,3 шестерки набрали за... Сейчас покажу. Фактически за 2-3 дня вот здесь накопилась хорошая площадка. Потом пошел прострел. Хватило 1600 по дельте на ликвидности в районе 260 тонн. Даже взброс почти в пятерочку не остановил данную тенденцию. И повторно еще добавили топливо 31 числа на дальнейшее ширение. Сейчас накладывается недельный профиль. Вот это ядро текущей недели. Я его сейчас выделю 68,85-68,40. И если вы посмотрите внимательно, здесь очень плотно формируются уровни вайров. То есть, вот это ядро отчасти, вот если немножко вычесть вот этот вот четверг агрессивность, то, что в целом вторник-среда неплохо здесь зафиксировали позиции байеров. То есть, ну вот есть они. И, соответственно, на максимуме пятница тоже прошлась с хорошими такими настроениями. И я вам хочу сказать, что есть шансы, что могут дальше идти на рост. В целом у нас получается 68, почти 69, 68,30. Вот коридорчик немножко разделен. Вот 68,65. Здесь немножко набросали ашертов. А так в целом этот коридор на покупку. Давайте более точно рассметим. И конкретно только за неделю возьмем дельту. Итак, на этой неделе вот по байерам плотно просматривается уровень 67,2-67,5. Возьмите на заметку. Потом идет плотно вот весь этот диапазон байеров. Сейчас котировка чуть выше этого диапазона болтается. Но обратите внимание, что на самых хаях были байеры. Вот они сегодня зафиксировались. Ну, отпечатались. То есть, видно, что дельта. Агрессоры покупают и могут, в принципе, и дальше продолжить на следующей неделе данную тенденцию. Но! Но! Неделька шла, хоть и тяжело, но подряд в три. То, если так, немножко закрыть глаза на первое число, то почти все пять дней на рост. И коррекция тут просто напрашивается. 70 отметка, лето. Ну, как-то перебор. Ну, прям очень. Несмотря на все вот эти вот конфликты, заварушки, разное подбрасывание масла в огонь. Ну, в целом, могут. То есть, такая активность по байерам на них нечасто просматривается. Также, давайте посмотрим следующий контракт. То есть, вот напомню, что цена сейчас 69,37,40. Если понедельник-вторник удерживает выше данного диапазона, вполне можем сходить на север. 70, но может и выше. Как видите, тяжело идут. И как раз на следующей неделе куча процентных ставок. И под эту тему, в любом случае, даже нефть будет реагировать на разные изменения, если они будут. И это нужно учитывать. То есть, поставка в августе, контракт здесь из 5 дней 4 на покупку. Обратите внимание, я сейчас включиваю по нижней гистограмме всю личную информацию. Оставлю только гистограмму общей дельты по дням. И она выглядит вот так вот. Сейчас, внимание, все на нижнюю гистограмму. Четверок байера, вернее, пятница байера, четверок селеры. Это вполне ожидаемо. Здесь, в принципе, вот как начали с этого дня расти. И, естественно, частичный сброс идет вот тут и вот тут. То есть, здесь 3 дня роста, с четверть сбросили. Пятница прям удивительная. Ну, в общем, из 5 дней на поставка на август идет байер 4 из 5. То есть, это прям какая-то уверенная информация о том, что будет дороже нефтянка. И, соответственно, тот открытый интерес у нас даже стабильно удерживается. Есть прирост вот на байерах раз и даже был прирост вот на шортах. Но, в целом, здесь незначительный прирост. 293 по 300. И потом без изменений. В общем, посмотрим. Если будет сброс топорей, они все-таки развернутся на продажу. Соответственно, в понедельник, вторник возвращается обратно на 68, 68,5. На хорошем агрессивном импульсе по типу такого класса можно будет тогда уже запрыгивать на шорт. В противном случае, чтобы не влететь как бы на ложный пробой. Это сценарий, как бы, если будет все-таки манипуляция, как бы, и всех попытаются, ну, рокировочку сделать. То есть, в понедельник, вроде, пошел на ложное пробитие. Можно спекулятивно прокатиться, если внутри дня, но всегда быть на чеку на возможный возврат. Потому что здесь, как бы, шорты вроде открыли. Вот он. И пятницу далеко не отпустили. То есть, она, как бы, еще не наказала этих продавцов. Поэтому, может, вполне быть, такой вот рокировочку сделают и быстренько вернутся опять на 68,8. А дальше уже будем смотреть. Это вот на более дальнем контракте, если смотреть. В общем, ситуация по ней всего такая. А по поддержке здесь тоже очень плотный уровень по байерам. Значит, тут и 67-я очень неплохо проторговалась. И вот три шестерки, и 66-45 по 66. Очень хорошенько. То есть, коррекция, в принципе, до 67 вполне еще терпима. И вот 68,25 тоже неплохо прошлись. И 68,60 даже были очень неплохие байерам. Но здесь, как бы, ликвидности меньше на контракте. Поэтому тут, как бы, особо критерии поменьше нужно ставить. То есть, эти 29 тысяч ни о чем. На июльском, да, там побольше. И давайте посмотрим еще сентябрьский, на всякий случай. Может, на зиму уже готовят контракт. Так, тут пока 8 тысяч оборот. Ну, давайте глянем-ка, тут дельта. Здесь дельта на шорт. Но это очень дальний, поэтому здесь, как бы, слишком реагировать не стоит. Так, это была нефть. Евро. Фишесный контракт явно уже выжат. Здесь можно точно пока до сентябрьского контракта взять паузу. Контракт уже выполнил, в принципе, свой план работы на этот квартал. Они прошлись таким более-менее трендом в течение полтора месяца. Удерживался. Буквально вот такая коварная была корректировочка. Это можно было прощупать. И уже плитой прям стали на хаях. И, в принципе, оттуда так до сих пор они ушли. Даже вот эти маневры нельзя считать особо каким-то уверенным действием. То есть, по большей степени просто раскачивают лодку. Как вы видите, пиковая точка 25.05 по открытому интересу уже хорошо видна. В принципе, можно за две недели уже видеть постепенный выход. Буквально только маленький маневр был там в начале недели текущий на открытии позиций. А так, в целом, уже недельку-полторы они фиксятся. Это завершение текущего контракта. То есть, набирались позиции до 25.05. И потом уже в целом идет просто фикса. Выходят. И, соответственно, несистемная торговля. В этот момент можно очень хорошенько леща поймать. Поэтому уровень сопротивления 2.21, 2.23 и 2.1.15, 2.09. Это вот можно перейти на следующий контракт. Ядро контракта 1.2, 2.1.45. 1.2, 2.1.45. И второстепенный еще тоже промежуточным массивом ядра был 1.9, 1.9.5. Это вот эта активность, которая была стартовая. А потом они такую расторговочку любят они делать на покупку. Сначала зайти неделю на шорт удержать и развернуть быстро. Вот они тут два массива. Естественно, это первое ядро контракта было. Ну, а тут, понятное дело, больше всего торговка была. То есть, уже подобрался практически. Перенесли еще недельку, и ядро контракта было бы на хаях. И пошла фиксация. Давайте я вам покажу, что происходит на новом контракте сентябрьском, пока вы еще торгуете на июньском. Вот, пошел вброс, уже резко начали набирать позиции участники рынка на сентябрьском на следующем контракте. Здесь вот такая вот расторговочка идет. Здесь ядро уже у нас, видите, и цена другая. 21.85 по 2.2, 3.5. Здесь по дельте преобладали практически раз, два, три, четыре дня на покупку. И буквально вот пятница такой, рокировочку они опять делали, видите, шорт идет с покупками. То есть, они вот это падение откупают. И пятница возвращается, они жестко гасят таким же самым дисбалансом, как это было 27.05. К примеру. Объем здесь небольшой. Тут буквально 6.600. То есть, это самая объемная сессия. И у нее получается по максимальным трейдам тоже пока еще по мелочи. Но пока формируется вот по дельте вот такая картина. Давайте посмотрим, что тут по ядру. В принципе, ядро недели, все на шортах. Именно концентрация объемов тут мы видим с вами по вот этой вот всей активности. То есть, на хаях там где-нибудь где простреливают хотя бы 100 контрактов. По поддержке 215, вот здесь как смело очень держали. Это вот как раз четверо пятница. И в целом все. Это на сентябрьском контракте. Крипто. BTC перед вами. Это цемьешний фьючерс. Я проверял с фьючерсами. BTC и USD он входит один в один. Секундное максимально может быть какое-то отклонение. Поэтому можно ему верить. Итак, перед вами сейчас BTC. BTC с 26 на 4. Давайте еще март подтянем. Склейка контрактов. И хочу показать вам. В конце весны, ну, ожидалось, что будут сбрасывать такой дорогой биток. Все хотят летом поехать отдохнуть. И катализатором этих сбросов, естественно, являются женщины. В принципе, ребята бы, наверное, еще бы пытались заработать. Но все хотят отдохнуть и начали фиксироваться. По биктрейдам, вот эти кружочки красные или зеленые, это крупные сделки. Единичные крупные сделки. Инсайд, грубо говоря. Раз, два, три, четыре, пять. Все, успокоились. Больше таких красных шорт. Правда, медведей мы не видим. У нас пошли уже фиксы этих вот шортов. И дробят, вот видите, в байеры. То есть, вот эти крупные шорты разбивали мультивыход на несколько частей. Сейчас, вот из последней, это 27-го числа был фонд байер. Сейчас проверим по дельте, там осталось оно по итогу. Ну, 60 контрактов общая дельта. Вот, и у нас получается 2,8% и 3,5%. Это вот, то есть, первый числой 2,8 на четверг было. То есть, в принципе, неделя, вот эта, которая идет, вернее, закончилась из 5 сессий и 4 на покупку по дельте. И буквально, вот, первый числой 41 контракт на шорт. Без изменений, причем. 132 контракта на покупку было вчера. Это июньский контракт. Сейчас без клей покажу, ну, без наложения. Вот так это выглядит новый контракт, он только, только набирает силу. Вторая неделя пошла. Это объемы, то есть, пятница самая ликвидная. Ну, 6,9, 6,9, это в конце пятницы, вернее, в конце недели вот такие объемы проходят. Причем, обратите внимание, что 7 тысяч контрактов оборот именно по пятницам, по одному и тому же диапазону. Это не совпадение. Это вот так, как и есть. Все остальные дни, понедельник, вторник, среда, видимо, в пятницу идут основные дорогие, судя по всему. Потом прибыль отмечают на уикенде и в пятницу постепенно игроки возвращаются, кто-то аж даже, судя по всему, к четвергу. И в четверг они немножко приходят в себя, и в пятницу снова идет основная битва перед выходными, чтобы опять продолжить традиции, чтобы была вторая серия «Волк» из «Волк-стрит». Вот, соответственно, нам нужен новый герой, новый персонаж в виде трейдеров. Значит, в лице трейдеров. Соответственно, вот по открытому интересу набирает обороты. Дельта на этой неделе 4 дня из 5 на бай. Пока отсутствуются коридоры, я думаю, это связано, опять же, с ожиданием процентных ставок, которых на следующей неделе аж 3, поэтому это все глобализировано, взаимосвязано, ну, тем более, майнеры знают, насколько это все связано в одной сеть. По неделям у нас, получается, две недели ядро формирует как раз по одному тому же коридору, за счет пятницы этих, ну, 37 плюс-минус по 250 баксов выше-ниже. И дельта у нас вот такая, вот эта текущая неделя, прям 37, 37 с копейками, даже верхушка недели на покупках, то есть сайлеров намного меньше. И 40 уже будет хорошим маячком, если бы вытолкнуть цену. По остальным рекомендациям, по остальным криптовалютам, к сожалению, я все не мониторю, их очень много, мне, в принципе, достаточно наблюдать за криптой здесь. Можно смотреть дельту и активность также на других крипто биржах. За всеми не уследишь. Если бы у меня весь был спекулятивный процесс торговли именно здесь, я бы, естественно, охватил бы все. Но только пока для общей картины, к сожалению, пока биткоин не особо осторожно пока еще к инвестициям и к спекуляции на битки. Очень сильная амплитуда волатильности может прям сильно порвать. Значит, это была крипта. Рубль. Итак, перед вами контракт июньский. Сейчас мы рассмотрим основные уровни, которые возьмем для сентябрьского контракта, чтобы отталкиваться от чего-то. Ну, собственно, за этот контракт, как вы видите, была разная волатильность. Была и неделя хороших шертов, и были даже двухнедельные подряд покупки. Ну, и вот здесь такой прям заколдованный ползущий тигр, грубо говоря. У нас три основных уровня, то есть очень продолжительное время ядро 77, 276, 500. Заслуженно нужно взять во внимание этот коридор. У нас берем как крайне плотно проторгован. Очень объемный здесь практически месяц с копейками стояли. То есть вот между 70, 70, 500 и 76 прям елозили. Потом пошли все-таки пробивать с увеличением ликвидности почти до миллиона оборотов. И, соответственно, пит-стоп. Это второй уровень. Вот он у нас 75, 150, по 75, 650. Здесь у нас ниже 500 уже пошли продавцы. Мы его пока еще увеличаем как сопротивление. Его не пробили. Даже можно взять по 75,00, 75, 500. Это вот самая плотная часть именно продаж вот этих вот сессий. И обратите внимание на нижнюю гистограмму. Внизу вы увидите сейчас именно количество сделок за каждый день по рублю июньский контракт. И до апреля у нас была повышенная активность, естественно, мартовские разборки, ну, разбор полетов. И чем ближе к лету, тем меньше сделок. То есть, судя по всему, участники потихоньку отпадают, выпадают из спекуляции, из торговли и уходят на отдых. И это вполне ожидаемая сезонная активность. По сделкам видно, когда начинают на инструменте меньше участников рынка присутствовать. Обороты тоже по объему потихонечку идут на снижение. Это сезонное вполне нормальное снижение. Я не думаю, что на сенебрском контракте старт будет очень-очень ликвидным. То есть, у нас до апреля был такой вот интерес к рублю. Потом он фактически, начиная с апреля, вот так стабильно потихонечку идет на север. Ну, 72 недалеко. Итак, давайте посмотрим по открытому интересу. Значит, рост открытого интереса из последней стабильной удерживающей активности. Это вот на этом участке был. Я выделю сейчас для вас вот этот участок графика. Здесь старт был, вот, 4 дня хорошенько зашли. И потом зашли, вышли, зашли, вышли. И сейчас пошли уже на этой неделе выходить. Кроме вот четверга. То есть, четверг там немножко подбросили. И там были даже покупки, судя по дельте. А пятница почему-то не сильно согласна с этими решениями. И пошла выносить всех этих байеров. Так что, если понедельник, вторник начнут резко возвращаться опять на 73, 573, 400. Ну, грубо говоря, внутрь четверга и выше. То, знаете, вполне, ну, как модель снятия стопарей. То есть, если возвращается понедельник обратно, то это у нас было в пятницу просто сброс стопариков. Потому что там открытый интересный снизился. Дельта тоже ушла на продажу. Открытие позиций в четверг как раз вынесли в пятницу. Ну, и понедельник возвращается опять в ядро контракта. Оно у нас находится в 73,500. Вот этот диапазон. Так, стабиленько, слишком подозрительно плывут, как и ЮГУ. И на следующей неделе, напомню, в конце следующей недели, как раз под пятницу, будут процентные ставки. Поэтому неделя заканчивается. Лезть тут торговать перед процентными ставками. Ну, можно, если вы пропустили весь контракт и хотите хоть что-то заработать из этого квартала. Но я бы рекомендовал готовиться уже к сентябрьскому. То есть, вот на следующей неделе даже пробовать уже смотреть, анализировать, как торгуются. То есть, пока будет синхронность, но в целом Дельта уже будет немножко отличаться. Возьмите два графика. Полэкрана старый контракт и полэкрана новый контракт. И наблюдайте, какая по синхронности идет ликвидность и Дельта. То есть, Дельта уже будет немножко 3D-шничать. Ну, и ценник уже разный. То есть, 72,873 на сентябрьском у нас 74,400. И сентябрьский контракт, как видите, идет пока на шортах. 27 числа только шорты. 23 тонны на шорт. Но, обратите внимание, сколько было покупок с начала мая. Весь коридор 76 по 74,700. Одни байеры. И маневр снятия стопы и возврат обратно будет многое объяснять. То есть, тут ядро уже на 75, 74,200. Еще раз напомню, что здесь 74,400 цена уже на сентябрьском. На июньском 72,873. То есть, маневр до 74,400 в легкую может с понедельника на час. Вот. Вот этот массив будет проверочный. Тут очень много шортов. Если пропустят цену, значит, байеры все-таки на новом контракте хорошо подсказали возможный вектор. То есть, тут, как вы видите, ну, отчасти был тренд на шорт. Тут могли фиксировать, но по открытому интересу, вот по открытому интересу, тут не было фиксации. Тут, наоборот, было открытие позиции. А вот фиксации начались только здесь. Периодически здесь тоже выходили, естественно. Но вот уже 4-5 дней подряд такая массовая фиксация началась только вот на этой неделе. Вот. То есть, вот здесь еще кто-то давил, как бы, ценник. Тут явно недельку потратили на то, чтобы удержать, как бы, от возможного преждевременного роста фьюча. Давайте посмотрим спот. Он нам немножко подскажет, что реально происходит. Так. Как вы видите, а я плохо вижу нижнюю гистограмму. Ее нужно сейчас откорректировать. Мы это сейчас сделаем. Так, это у нас горизонтально. И мы сейчас немножко еще подкорректируем вертикально. Здесь также обороты упали. Причем, эта неделя, наверное, самая лидер по торговым сделкам по количеству. Сейчас посмотрим. 46 тысяч, 52. На прошлой неделе даже 55 было. Ну, немножко просели. Не критично, но тут максимально 52 тысячи было. А бывает и поболее. 116. Ну, здесь 50 и выше было. То есть, потихоньку на 5 тысяч, на 2 снижается активность. И теперь давайте посмотрим полмиллиона на 73 800. И вот у целеров, грубо говоря, блокпост 73 45 и по 73 2. 73 300к начинается уже. Давайте посмотрим, что там произошло вообще. 34 тонны, 69, 179, 123, кто-то очень 73 30 упаковал, грубо говоря. Так, давайте посмотрим по тельте. Итак, на этой неделе из 5 дней у нас только среда была за продавцами. Это 293 тысячи. На той неделе у нас 4 дня. Прямо гасились продавцы. Ну, и из 5 уже 3, причем хороших 2 байера. Пятница еще была на продажах. Тяжело, скрипя зубами на слабых объемах, но рванули ниже. Давайте посмотрим, что селбай. Очень как-то сильно выделяется вот эта пятница. Стояли в коридоре. В плотном прям таком неподвижном. И тут резко пятницу решили куда-то сходить. Ну, так себе. Так, у нас получается, в пятницу бросили на 73,3 и 227 каунт. Поэтому на дельта здесь такая и получилась. За 2 дня набросали, грубо говоря, вот эту всю цифру. Это только дисбаланс. Раз, два, три. В целом всю неделю эту цену обортунули. Ядро покупок формируется с 73,3 по 73,5. Давайте проверим по неделям. Да, совершенно верно. Вот, собственно, что и удалось проверить. Итак, у нас получается, были вроде бы байеры. Их выносят. Если не возвращается коридор с 73,3, могут дальше выделиться продажи. Как только понедельник возвращается и тут закрепится, соответственно, пиши пропало. Там 73,8 почти полмиллиона и так далее. Вот. Могут, в принципе, начать потихонечку разворачиваться. Такой был неплохой контракт на достаточно стабильном... Ну, полконтракта дали немножко подержать шорты. То есть тут, конечно, была мясорубка, а так... Тот, кто держал, не спекулировал ежедневно, а именно удерживал позицию долго, то, в принципе, мог и заработать прилично. Так, по этому контракту весеннему у нас, получается, самый топчик формируется именно вот в этой зависшей котировке. Я бы еще выделил коридор вот 76, 76, 50, 75, 50. Диапазон здесь достаточно плотно упакован коридор. И потом еще идет уровень 75. Вот у нас три диапазона на споте, в которое стоит брать во внимание. Точечно еще удерживали на 77... А, вот, 77, 20. На золоте у нас идет вот такая вот рокировочка, опять же, четверг-пятница. По 19-му числу у нас тут 353 тонны, пока лидер по оборотам. И неплохая 289 ликвидность была как раз вчера. Пятница пока не осилила максимум от четверга. Вполне есть шансы, что там еще целеры будут бодаться. Но сам факт такого резкого возврата очень подталкивает на моменты, которые у нас уже имеются. То есть, уже замечены. Я сейчас их выделю. Вот такие вот рокировочки они любят делать. На золоте это прям козырный. Почерк-почерк, их почерк... Они те же, на манеже. Тут, в общем, сбрасывают с массива, ушли на бай. И, соответственно, вот в этом случае у нас после вот такого маневра, раз, два, три, четыре дня был рост. Четыре дня подряд шли на покупку. С конца марта этих ребят не было. Вот они появились. То есть, таких прям хвостов они уже не показывали. И раз, два, три, два дня рост, пит-стоп. И потом раз, два, три, четыре тоже дня рост было бы здесь. Ну вот, если не учитывать это пит-стоп, вот отсюда четыре дня роста еще было. И вот, похоже, почерк сейчас на хайах. Перегрузка у байеров. Тенденция более-менее была за весну неплохой. Давайте замерим вот нижней точки. Сколько мы тут протопали всего. Сейчас немножко сбил. Две тысячи, там, с хвостом тиков. Две 367 тиков. Да, вот это и хай. Точки до хай. Ну, это склейка, но все равно. Ключевая битва у нас была вот эти две недели. Самые плотные обороты. Не рекордные, но стабильные и плотные. Это вот этот вот участок. Все внимание на уровне обращайте именно на вот этот массив и на вот эту активность. Здесь за счет продолжительной стоянки на 17.30 они как раз формировали здесь ядро за весну. Но в целом вот это хороший уровень. Тут за две недели набросали. Тут за недельку набросали. То есть такой же почти объем, но очень быстро. То есть в попыхах. И обратите внимание на круглые отметки. Это большие сделки, именно точечные сделки крупных участников. И можно заметить покупочку. Вот хорошие такие крупные покупки. Серию вот здесь. Потом начали на расширение. После расширения добавлять масло в огонь. Еще после расширения добавляют масло в огонь. И уже вот здесь мы этого масла не заметили. Простите за мой трейдерский сленг. По открытому интересу новый контракт начался. То есть пока еще только формируют площадочку. Поэтому вот этот вот в начале контракта рокировочку. Тип расторговки. Судя по всему нужно занести уже в энциклопедию расторговок. По максимальным трейдам вчера был у нас 145 контрактов. Ну, в общем, не фонтан. По дельте идет практически всю неделю нейтрально. И потом вот 5000 контрактов в четверг. 19 числа такая же дельта. 19 числа. Это вот просто волатильность. Здесь выбрасывали всех. Здесь хотя бы направленная была динамика. После 5 тонн дельты в пятницу возвращаются достаточно спокойно на покупку. Но тоже на шортовой дельте. Вполне могут создать. Ну, то есть если не уйдут выше массива 18.97. То есть вот эта площадка. Если они так и не осилят. А вот тут и останется вся эта корректировочка. То тогда пойдем дальше на снижение. Первый массив вот они протестили. Уровень поддержки 18.72. То есть вот эта неделя. Второй по значимости 18.41 начинается. Вот второй тестовый уровень. Тут в WP как раз уровень идет. И здесь вот цепочка вот этих крупных ребят. Она вот я их выделяю. Четыре точки. То есть средневзвежечная как раз 18.41. Вот этих четырех байеров. И естественно они уже могли выйти. И это не... Ну, я учитывал, что они уже в принципе, скорее всего, вышли. Потому что две недели простоя. Ну, как-то подозрительно пятница коррекнулась. Вот здесь объемы набросали. Прямо с того объемы ушли. Вот в чем вопрос. Ну, итогово 18.72 ставили все-таки байера. Смотрите. Вот здесь они три дня четко удерживали свою позицию. Давайте посмотрим. Вот мне как раз. И здесь у нас 500 лошадей дисбаланс. По штучке, по штучке. Аккуратненько они все-таки уровень здесь набросали. Смотрите. Видите? Так, и получается у нас ценник почти на потолке пятницы. Среда и вторник. Вот такие вот были ребята у нас. Плотничок. То есть, 19.09, 19.08. Прям очень ждет. Как-то цена вернется к ним. То есть, тут периодически набросали на 19.00. В общем, выше штуки 900. Судя по всему, есть какие-то интересы. Потому что, я даже специально отметил, за две недели был замечен уровень, который повторяется. Вот у нас средняя уже по значимости байера крупная. Вот они, вот такие кружочки. Давайте мы big trade сейчас поднимем до... Ну, это размеров этого. Вот они, подметим. Сколько я там поставил? Что такие крупные там? А, 50. Конечно. Так, нам надо 15 хотя бы. Это достаточно будет. В общем, по одной фактически той же цене. Вот здесь мы видим. И тут же начинают бросать. Вот. У продавцов уровень... Вот он, у продавцов. Точка. И где-то... А, вот здесь еще двое я видел крупных. Вот они идут. Как раз вот он. Ну, в общем, уровни потихонечку внедряются. Big trade они, в принципе, на пользу идут. Как... Перестраховка, перепроверка правильности сетки уровней. Ну, давайте посмотрим по неделю. Weak. Значит, у нас ядра. Два ядра. Они все на хаях. Выше 18.92. Одно, второе. То есть, две недели формируют уровень. Предыдущая неделя сформировала ядра чуть ниже. Соответственно, трехъядерный выдадут в комплекс. Они так еще пока не пробили. То есть, в этой неделе еще поддержка номер один. И сопротивление 19.11 и 19.05. По сценарию я рассказал. Вполне есть шансы, что они все-таки делают просто такой финт рокировочку и зависнут. Все-таки закрепятся выше 19.00. В течение недели, возможно, там еще третью неделю немножко они будут трепать нервы. И уже, когда поставки все огласят, и после этого уже могут создать дальнейшее расширение. Пока они, я думаю, в ожидании будут. Вот такая у нас активность по дельте. Это 19.00 и 18.91. Ну, 10 долларов шертов, в общем-то. На хаях это вполне ожидаемо и вполне прогнозируемо. Поэтому тут нечему удивляться. Два ядра двух недель совпадают по дельте одни и не должен диапазон. Я его прямоугольником удивил. Надо взять на заметочку. И на этом по золоту все. И последнее у нас будет S&P. Отметил важное замечание по текущему контракту. Итак, первое, на что обратить внимание, это участки. Я на каждом контракте фиксирую по тем инструментам, которые анализируют, торгуют. Сколько подряд торговых дней было в одном направлении. То есть, одно направленный вектор. На S&P в этом контракте был раз-два. Ну вот, начался рост. Раз-два дня. Потом идет бидстоп буфетовый. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь подряд дней на бай. На шорт у нас по три дня. Не дольше. Раз-два-три участок. И все. То есть, два дня. И сразу меняется динамика. Контракт паскудный. То есть, здесь 70% времени. Два дня тенденция есть. На третий уже все, ее нет. То есть, если вы запрыгиваете, то вы пока запрыгнули, в следующий день уже начинает разворачиваться. То есть, вот здесь еще было четыре дня. Это два участка, где даже не четыре, а можно сказать, а три. То волатильность там прям такая была, что особо не разгуляешься. То есть, на контракте весь контракт был очень, ну, как бы, есть рост, де-факто, как бы. Но удержание тенденции два дня, три дня, не больше. Все. Край. И то, три дня это редкость была. Раньше было дольше подержание. Сейчас один-два дня и сразу коррекция. Это подчеркивает либо неуверенность участников вообще, как бы, в текущей ситуации на рынке, либо они уже в край, в одичали, уже начинают просто мясорубить по-жёсткому. Так, ну, в общем, будете знать, что вот здесь и все. Остальная вся часть. Вот этот участок небольшой, там со слабой волатильностью. Вот эта неделя прям вообще кошмар. Ну, тут понятно. Тут скачок объемчиков. Не пустили в WP, не тестили как раз. Отсечку делали перед завершением контракта. Все. Здесь уже, наверное, вот прямоугольник. Это дни, где начался фикс. Выходит из позиции под открытым интересом. Можете увидеть. Еще был прирост позиций с 19-го числа. Вот этот рост. Последнее дыхание S&P. Они поставили пока отметку 42.35. Все. Пока уже в этом контракте, видимо, они не пойдут выше. На следующей неделе S&P уже будет торговать на новом контракте. И вот пошли три дня подряд выходить уже. На следующей неделе вот одни шерты. Видите? То есть последний вот рост покупок был как раз 68-41.10. И поход на недельку еще на север. Все. И там одни шерты, как видите. То есть официально вот этот плотный коридор у нас ядро контракта. Потому что здесь просто простояли практически месяц. Вот. Не стоит списывать со счетов вот этот уровень. 39.60 по 39.10. 50 баксов достаточно неплохие. Так. Объемы. Идут все меньше и меньше. Это нормальная сезонность. К лету будет падать лепидность. Оборот. И еще прошу заметить вот этот уровень, который вот островок. Здесь три дня. Активно, быстро, плотно, точно. И потом два дня еще теста. Что я жду от лета? Фондового рынка S&P. Вернее США и в принципе индексов в целом. Летом тенденции на рост слабее. Я начал свою карьеру трейдера как раз S&P. Уперся на самую верхнюю точку. Все лето простоял просто как будто об стенку. Об плиту бился. То есть потом с этого лета потихонечку начали уходить на продажу. И ушли вообще. Там как раз кризис был. И соответственно летом тяжело идет у инвесторов на рост. Могут просто проболтаться, так как они у хаев. Многие акции перегреты, раздуты как раз вот этими халявными страховыми бабками Трампа и по короне ковиду. Как быть всем, кто без работы остался в момент локдауна. Соответственно это все потихонечку в мыльный пузырь превратилось. То есть кто в крипту с удовольствием закинул, а кто по старинке в фондю. Вот. Поэтому вполне я вам показывал в инвес. Очень это вот S&P 500 за последний квартал. Давайте посмотрим за 6 месяцев. Нет ни одного сектора, у которого есть проблемы. Там точечно у каждого сектора есть какая-то компания, которую нужно порвать и монополизировать полностью сектор. Но вот общая картина, буквально там китайские, вот, постоянно штурмуют и все. Борьба в объектных технологиях за козырные места уже закончилась, судя по всему. Остались вот те, кто получили как бы гранты, они у нас по 40% прибыли, по 90%. Остальные все мы ушли на галерку. Все. Все остальные аккуратненько. Вообще финсектор, наверное, только одна. Кто там? Кризис. Да, у них там что-то в Ниндерландах вроде есть такие. Все остальные у тех, кто производит AMD, там Intel, у них просто уже перегрет рынок этими спросами на эту всю технику. А, и сектор образования тоже сбрасывают. Люди учатся, но рабочих мест не становится больше. На кого бы вы ни учились, рабочих мест не предоставит страна новых. Потому что все автоматизировано, роботизировано. Все на локдаунах. И, соответственно, население ограничено. И население, которое мотивировано развиваться и как-то улучшать себя. Количество таких ребят не так много, поэтому их и сбрасывают. На сегодня все. Был с вами Миша Лемах. Я планирую, что лето будет более боковое. Возможно, какие-то тенденции будут удерживаться. Но без особых, я думаю, что рынок хочет немножко передохнуть от таких штормов. Могут сбрасывать пакетно частично там, там сбросят. Но будем смотреть. Пока. До следующего обзора. На следующий пятницу.